Дорогие братья и сестры Разлука с гуру, разлука с преданным Это величайшее чувство разлуки, которое испытывают все те преданные, которые провели с ним свои близкие годы И чувствуют, что их жизнь, можно сказать, опустела Но, с другой стороны, видя на то, как миссия растет, как она продолжает свое развитие О том, как приходят новые люди, как они искренне начинают служить И как старые преданные продолжают делать прекрасные духовные проекты Все преданные во всем мире испытывают надежду, радость и облегчение В особенности, когда видят на нашу российско-украинскую, можно сказать, миссию СНГ Я очень надеюсь, что это видео, когда вы посмотрите Вы, безусловно, все соберетесь на разных наших центрах Придете на программы или хотя бы по скайпу, друг с другом соединитесь И сможете прославить шейгуру, вспомнить те удивительные дни, которые мы провели с ним на фестивалях в России Те удивительные моменты в своей жизни, которые мы провели с ним в Индии И, может быть, кто-то один раз ему сделал подношение, или даже один раз ему поклонился Или грудес посмотрел на него один раз Это все равно, что обрести милость Господа Одного раза достаточно, чтобы вера в светлое, в божественное, она жила в наших сердцах Но вера – это огонь, его надо поддерживать дровами, как сказать, не мокрыми, не сырыми, а сухими, зрелыми дровами Поэтому мы всегда должны помнить о том, что гуру проявляется для нас через священные писания Гуру проявляется для нас в качестве преданных, которые вдохновляют нас своим личным примером в духовной жизни Гуру проявляется к нам, как Шимуртия, которому мы подносим каждый день свое подношение Поэтому мы не можем ограничивать духовное время местным обстоятельствам Мы знаем, что таковые удивительные игры Господа Также деяния Гуру Дева, что Он приходит, являет нам свою милость А потом, как родитель оставляет нас уже на более взрослую жизнь и говорит Да, теперь ты сам должен идти вперед Если кто-то говорит, ну теперь без гуру я не могу двигаться вперед, у меня нет вдохновения Вот был бы гуру рядом, все было бы хорошо Это значит, что он не до конца понимает, кто такой гуру, зачем гуру пролил на него свою милость Поэтому в духовной жизни мы должны двигаться в умо-настроении и энтузиазме, как говорит Рупага, с вами и служить Мы сейчас с вами переживаем очень тяжелое время Мы даже не знаем, что произойдет в ближайшие годы Потому что новости подсказывают нам, что мир, как бы третье тысячелетие Казалось бы, люди должны быть более духовными, глубокими, красивыми Но мы видим, что оно началось между особными войнами Братская война между Россией и Украиной К сожалению, политики ставят свои личные, частные интересы выше, чем интересы людей, которых они без зазрения совести посылают на войну убивать друг друга Мы вынуждены с вами все это сопереживать Но мы должны помнить о том, что мы духовные души, мы братья Мы не разделены условными границами А когда преданные приезжают на Украину, в Индию, в Африку, куда угодно Белые, красные, черные, говорят им Харе Кришне Мы чувствуем, что мы общаемся с самими близкими, родными людьми Поэтому не давайте своему уму найти врага вовне Ищите всегда врага внутри Подлинный враг – это жадность, вожделение, похоть и глупость человека, невежество Поэтому единственное, чем мы можем протестовать этому времени, насилие, войны, экстремизма Это проповеди святого имени, воспеванием Харинама Санкиртаны Проповеди священных писаний Бхагава Тадхармы И в этом и есть наша с вами настоящая духовная революция Иногда в шутку мы говорим «Мы против всех» На самом деле мы не против всех Мы за то, чтобы все живые существа вспомнили о своей вечной духовной природе И увидели то, что они частички Господа То, что они рождены ради поиска гармонии, любви Их ложные дхармы, которые отождествлены с телами, границами, территориями Это всего лишь на все временная ситуация Сегодня-то украинец, завтра родился в России, послезавтра в Африке Если повезет, конечно, в Индии Поэтому мы с вами должны прийти к подлинной природе души Это то знание, которое дает нам Гуру Деф Это то, чему нас учит Гуру Деф И практиковать с этой точки зрения Как бы трудно, как бы сложно нам не было, как бы больно нам не было Каждый раз, когда я смотрю на новости, мое сердце обливается кровью Сколько еще людей должно погибнуть в этом мире Чтобы понять, что подлинная цель жизни состоит совершенно в другом Но, увы, такова судьба Мир был всегда таким жестоким Кто его сделал таким жестоким? Господь говорит Бхагавадгите Я не являюсь причиной страдания живых существ И поэтому мы всегда должны искать причины в себе В своем несовершенстве В своей неспособности осознать окружающий мир В своей неспособности сделать правильный выбор И для этого к нам всегда приходит на помощь Шри Гуру Его милость, священное писание Я знаю, что мы говорим не только о эпохе насилия А также эпохе кризиса Я знаю, что кризис в России, на Украине Вообще в мире коснется очень многих людей И вполне возможно в самом их непосредственном быту Речь не идет о покупке дорогостоящих машин или яхт Здесь идет зачастую о еде Качестве еды О одежде О каких-то предметах быта Но я уверяю вас, что Господь обязательно позаботится о каждом Никто не останется голодным и раздетым Конечно, Мерседеса мы никому не обещаем Но мы помним принцип Шила Прахупада, о котором говорил Простая жизнь – возвышенное мышление Я немножко это перефразировал Сказал, здоровая жизнь – возвышенное мышление Почему простая жизнь? Потому что простая жизнь должна быть здоровой Рано вставать Воспевать святое имя, молитву Слушать священное писание В меру трудиться Есть очень простую, но здоровую пищу Все знаете прекрасно, что вегетарианства недостаточно Тем более в нашем климате Пророщенная пища, проростки Пшеница Гречка Топленое масло То есть, если пойти на птичий рынок Купить себе зерна То, безусловно, можно прожить тяжелую зиму Тяжелое время Конечно же, главное не просто жить, чтобы есть Или есть, чтобы жить А главное для того, чтобы мы вкушали просад Предложенный Господу И для этого мы должны собираться друг друга Угощать друг друга просадом Как бы тяжело нам не было Вместе всегда легче прожить И вместе всегда веселее Потому что преданные, несмотря на трудности жизни Собираясь вместе, забывают обо всем Когда начинают воспевать святые имена Помните о том, что мы воспеваем пока что Святые имена с оскорблениями Но веру Веру мы можем обрести в Санкиртане В Саду Санги, в духовном общении Поэтому я очень хотел бы, чтобы Этот праздник Гуру Дева Начался таким празднованием Нового года Потому что то, как мы войдем в Новый год Так он и пройдет Поэтому, начиная с празднования Гуру Дева Хотелось бы, чтобы вы почаще собирались И Новый год вы провели не только с родственниками, близкими А провели в Вайшнавской семье Чтобы это у вас был Вайшнавский Новый год Ну, хотя бы, может быть, встретились на зимние праздники и каникулы Сейчас я на лечении нахожусь за границей В Таиланде И скоро буду в Индии Поэтому те, кто поедут на Парикраму Я обязательно с вами увижусь Я очень хотел бы, чтобы Несмотря на все трудности Новый год был годом надежды Годом любви Годом объединения Мы будем стараться выпускать Больше новых книг Больше новых лекций Больше медиа-контента Мы обязательно проведем все фестивали Еще более с большим размахом Чем в прошлые годы Поэтому нас, в принципе, ожидает много Замечательных событий Я очень рад, что Махайоги Прабу приезжает к нам на Украину В России Я очень рад, что наши ребята подросли У нас есть замечательные проповедники Которые во главе с Хришикешем Махаражем сейчас проводят Потрясающие туры И я вижу полные залы людей Поэтому, если мы с вами все будем Участвовать в Санкиртане В интернет-Санкиртане в особенности Потому что помните о том, что интернет Это самое важное средство коммуникации Пока, слава богу, его не закрывают Поэтому мы должны пользоваться По возможности как можно больше Людям в интернете распространять информацию Перепостивать наши фильмы, лекции, ролики Это может делать каждый Поэтому благословения всем на интернет Санкиртану На совместное воспевание святых имен На празднование Нового года Те, кто будут удачливы Смогут в этом году выехать в Индию В Парикраму Обязательно их увижу там, в Индии Ну и мои поклоны Я надеюсь, что у нас будет много ярких Проповеднических событий по всей стране Наша миссия растет Она укрепляется Она стабильна Никакие кризисы ее не разрушат Господь защитит всех преданных Гуру Дева Не сомневайтесь Никто не будет обездолен Помогайте друг другу Вдохновляйте друг друга Обнадеживайте друг друга Ну и мои всем смиренные поклоны В честь праздника Дня явления Шилу Гуру Дева Я с вами Аватхуд Постараюсь в эти дни быть всегда на скайпе Все выходные В день сам явление Поэтому вы можете мне лично звонить Пообщаться ятрами В то время, в которое вы встретитесь В том часовом поясе В котором вы встретитесь Я буду очень рад Услышать вас И сказать вам несколько теплых слов Харе Кришна, мои поклоны Всего хорошего Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!